Всем здравствуйте! Диана, как дела? Куда едешь? На маникюр? Ты ногти будешь красить? Да, есть шотки, вот, а вот здесь. Круто! Вообще! Я вчера не посушила голову феном. Пришлось сейчас делать кудряшки. Типа-типа, а на погоде. А погода просто взрыв какой-то. Невероятно. Ой, опять снимаю. Вообще. Номера менять попозже. Нет, сейчас нет. Надо документы. Короче... Блядь. Мысли, которые хочу сказать, и другие мысли спутались в голове, и я не знаю, что начинать произносить вообще с другим человеком, разговариваю сейчас в голове. Ладно. Короче, нормально. Будем менять номера обязательно. Либо уже получать на вторую машину лучше какие-нибудь хорошие. Да? Да? Мне кажется, это вообще очень хорошая идея. Мам, я пристегнулась. Да ты моя хорошая, конечно, пристегнулась. Слушайте, у меня показывает сейчас плюс полтора градуса. Капец. Мам, у меня только есть поняшки. Да? Да. Телеветры и гоповые. Ну, я не могу сказать, что погода прям сильно ужасная, но прохладно на улице, так скажем. Ветренько. Немного. Ой. Ой. Мы едем на маникюр. Ха-ха-ха. Натали, у нас бывает тепло. Кстати, я не помню прошлую весну такую, если честно. Мне кажется, прошлая весна была намного теплее. У нас тепло, да, бывает. Бывает иногда. Да. Слушай, я сейчас позвоню Игорю, точнее напишу Игорю, узнаю по поводу наших вот тех дел. И я тебе отпишусь сегодня еще. Вот. Кстати, по помещению. Плюс двадцать два. Офигеть. Вообще. Кстати, по датам, скорее всего, они сместятся, между прочим. Натали, я тебе совсем забыла вчера написать вообще. Сейчас тебе скажу, что какого числа я приезжаю. Что такое, Диан? У меня была собачка. Как у меня сидели. Угу. Здравствуйте. Мы едем на маникюр. Алена, ничего интересного делать не буду. Схочу. Просто бежевые ногти. Такие спокойные и ничего больше. Может быть, амбре сделаем. Длину оставлю. Похожу еще с длинными. Хе-хе-хе. Я, кстати... Кстати, по параметрам. На самом деле, мы очень просто нашли помещение в Якутске. Мы просто начали, взяли список торговых центров и начали по ним звонить. И, короче, в самый первый позвонили и в самом первом нашли. Ну, Оля малинка моя. Поэтому... Поэтому, короче, можно вот таким же образом поступить. Блин, погода, конечно, вообще... Круто, ту, 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 ту... Коишники еще стоя... Кстати, а сейчас хочу еще кое-что рассказать. Мне пару дней подряд уже скидывают в директ в личку пост одной женщины, взрослой фитнес-тренера. ей 55 лет, она занимается, ну, короче, фитнесом, очень неадекватная женщина, вот правда, там, в ее 55, ну, реально, просто наслаждайся жизнью, ты красивая, как бы, все у тебя хорошо, денег вроде, деньги вроде есть, ну, короче, будь добрее, и, собственно, вселенная тебе будет показывать, что добро есть на земле, а еще, а она, в общем, у нее 1 миллион 100 подписчиков, и столько гнева, сколько она высылает, собственно, вообще в интернете, я реально ни одного подписчика не видела, ну, мне прям реально страшно становится от того, сколько злобы из нее исходит, то есть, она, короче, зашла в магазин Анель в Казани, и начала на весь магазин кричать о том, что, о том, что якобы, там, типа, вы жрете комбикорм, и все это очень дорого, что вы тупые, развод и прочее, прочее, ну, короче, все бы ничего, но если была бы я, там, в этом офисе, я бы ей, там, леща дала, дала, как бы, за это, вот, прям, клянусь, а, во-первых, еще один момент, она рекламировала коктейли Арифлейма, вот, как-то они там называются, на П, что-то такое, то есть, когда ей заплатили за рекламу Арифлейм, то есть, коктейли, те были вообще, собственно, вообще круто, да, нет, самое основное, что это, как бы, это не хайп даже, человек действительно просто неадекватен, и аудитория у нее точно такая же неадекватная, ну, как бы, я по-настоящему говорю, эта женщина заказала убийство собственного мужа, киллера наняла, чтобы убил ее мужа, то есть, ее, собственно, отправили на, как это называется, на то, чтобы адекватность ее выявить, в общем, признали ее невменяемой вообще, то есть, невменяемый человек, и отправили ее в психиатрическую больницу лечиться принудительно на 4 года, то есть, этот человек говорит о какой-то адекватности, при том, что она сама-то неадекватная, а вообще, в принципе, и понятное дело, что даже компания не может на нее в суд подать, ну, как бы, может, но она тупо вот этой справкой, что, типа, я ебанутая, как бы, ну, она просто отделается, все очень просто, и мне реально страшно за будущее, блядь, этих хуропаток, которые ей постоянно пишут, что, да, вы спасли меня, ты ебаная тупая глуша, ты просто слушаешь бабу, которая 4 года жила в психушке, которая заказывала убийство мужа, которая просто поливает дерьмищем всех, все, и, ну, короче, там просто полный, там просто такой трыжак, и, ну, мне реально страшно, куда катятся люди, которые говорят о том, что вы мне помогли, неужели у вас собственного мозга нет, разобраться в продукции, там, не знаю, посмотреть состав, изучить, а не подтявкивать и говорить, что, да, ты открыла мне глаза, господи, мне реально страшно, это просто жесть, вот, серьезно. Ребята, вот я вам клянусь, у меня была ситуация однажды в жизни, когда один человек мне очень плохо рассказывал про другого человека, и я неосознанно начала относиться плохо, короче, к тому человеку, про которого рассказали, я прям, знаете, я прям ненавидела его, типа, читала, сука, гандон там и прочее, вот он такой-сякой, но прошло какое-то время, и оказалось совсем не так. Человек реально очень хороший, он не делал ничего плохого, он действительно прям охрененный, и, там, не знаю, в жизни, и, там, и по семейным каким-то делам. Короче, хороший человек. Это я все к тому, что мы иногда не думаем своей головой, и просто делаем заранее выводы неправильным. Вы знаете, я знаю, что в каждой профессии, и в НЛ в том числе, среди менеджеров есть неадекваты, абсолютно точно. Есть ребята, которые ведут действительно агрессивный маркетинг, и, там, не знаю, говорят о том, что, типа, вы ничтожество, кто работает, там, в найме и прочее-прочее. И, знаете, я тоже против этого, потому что я считаю, что каждый человек выбирает свой собственный путь. И если человек стоматолог или сантехник, то это его выбор. И я даже за то, чтобы действительно это нормально, потому что чуть что у нас заболит зуб, мы пойдем, куда? Мы пойдем к стоматологу. Если у нас прорвут трубы, что мы будем делать? Мы будем обращаться к, блин, к сантехнику, и это нормально. И когда, собственно, прям, ну, унизительно... Да, Диана, сейчас мы приедем, мы уже приехали. И когда, собственно, вот такие ситуации происходят, мне очень-очень сильно неприятно. Поэтому, короче, и я хочу сказать про эту же женщину, старушечку, что у нее происходит. Она ведет точно такой же агрессивный маркетинг. Почему? Все потому, что она продает свои книги по ПП, питанию, там, тренировкам и, ну, короче, прочие-прочие штуки. То есть, понятное дело, что ей выгодно. При том, что она, конечно же, говорит о том, что... Ха, да вы придурки, типа, да что вы там мне навязываете, что я хочу продать свой продукт и так далее. Да, как бы никто ей не навязывает, все адекватно понимают, что это так и есть. Блядь, как же тут грязно, господи, боже мой, вообще. Вот как мы отсюда будем выходить, я хрен его знаю. Про кого я говорю, есть такая женщина Елена Санжировская или как-то такое Санжировская. Ну, собственно, короче, можете просто прогуглить и забить в первой строке Яндекс.Гугл Елена Санжировская, Санжелена, да. И, собственно, вам выйдет история о том, как она заказывала убийство собственного мужа, как ее судили, как она принудительно лечилась. И, короче, вот все неадекватные поступки в ее жизни, это все есть, и она говорит за какую-то адекватность. Меня, если честно, шок просто берет. Я никак не отреагировала на ее пост, абсолютно вообще никак, потому что считаю, что плохой пиар это тоже пиар. И каждая, каждая абсолютно компания иногда заказывает такие, собственно, пиары для того, чтобы повысить рейтинги. А нашей компании даже тратиться на рекламу не надо. И так все уже за них сделано. Поэтому, ребята, будьте просто со своей головой на плечах, не слушайте никого. И считаю, что нужно все-таки разбираться с профессионалами в какой-то области. В ее комментариях собрались невероятное количество людей-нутрициологов, куча неудачников в плане того, что те, которые не состоялись в бизнесе НЛ, девчонки там пишут, типа, ха, да я, типа, там, короче, была в этой компании, все херня, все химия, все параша. Заходишь на ее страницу, а там просто моль сидит. Ну, короче, вот знаете, моль, вот такая моль сидит. Или, знаете, я не хочу никого оскорблять, но просто сидит Маша из Простокваши и о чем-то говорит, что все охеренье фигня. Поэтому, не знаю, думайте сами, выбирайте сами, кому вам больше верить, компании или же женщине, которая, собственно, обвинялась в попытке убийства своего собственного мужа. Точнее, в заказном убийстве своего собственного мужа. Поэтому, короче, вот так вот. Адекватность. Мама, здесь сегодня грязно. Где? Там. Где? А чем? С заляпанным стеклом, да. Ладно, ребятушки, мы пошли на маникюр. Мы пошли на маникюр. Блин, поеду сейчас еще плойку себе куплю. Все, всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...